Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Медикал Фитнес, я его ведущий, Кравцев Сергей. Сегодня мы поговорим о такой вещи, как гиперкифоз. Смотрите, кифоз – это нормальное и естественное состояние нашего позвоночника. Он не прямой, как палка, он имеет свои искривления. И вот, естественно, его искривление в грудном отделе, на заде кифоза, есть приставка гипер. То есть, когда у нас идет нарушение осанки, и вы, соответственно, начинаете подавать плечи вперед, сгибаться по типу знака «вопрос». То есть, соответственно, чтобы такого не происходило, чтобы наша осаночка не нарушалась, опять же, это будет воздействовать и на сердечную сумку, особенно если есть сколиотические изменения, то есть, у нас еще и плечики разные, это будет приводить к нарушениям в спине и официальному синдрому. Ну, и вообще, будет нести в себе кучу-кучу неприятных вещей. Как с этим бороться? Во-первых, вам нужно прокачивать мышцы спины, совершать различные тяги. Я бы не рекомендовал делать это с осевой нагрузкой, потому что мы вас не исследовали, мы еще не знаем, есть ли у вас другие патологии позвоночника. Все это можно выполнять в кроссовере, либо дома с резинками. Соответственно, что еще вы можете делать? Нагрузки. Нужно исключить нагрузки жимового характера. Очень часто у спортсменов-жимовиков. То есть, соответственно, формируется гиперкифоз, потому что грудная мышца, она развита гораздо сильнее, чем, соответственно, мышцы спины и передние. Пучки дельта развиты сильнее, и человек начинает, соответственно, постоянно вот в таком положении находиться, формируется гиперкифозирование. Что я рекомендую таким спортсменам? Отказаться в первую очередь от жимов на какое-то время, жимовой нагрузки или снизить эти нагрузки. И максимально увеличить нагрузки на мышцы спины, сделать их разнообразными, с применением растяжений, с применением, опять же, пулловеров различных. То есть, это не должно быть там заканчиваться подтягиваниями или какими-то вертикальными тягами только. Обязательно нужны пулловеры. Вот. Ну и потихонечку, потихонечку вы будете с этим бороться. Вот. В принципе, спортсмены от такой, так как это не структурный гиперкифоз, они, как правило, за 3-4 месяца от этой проблемы, от основной, да, избавляются. Если это структурные уже изменения, то есть уже человек ходит постоянно сутулый. Соответственно, мы его просим, да, я прошу иногда, сведи лопатки. Человек не может полностью даже лопатки свести. Нужно уже лечить это состояние. Как проводится лечение этого состояния? Во-первых, это массаж. Во-вторых, это устранение миофасциального синдрома 100%. То есть, в-третьих, обязательно показана мануальная терапия для того, чтобы у нас устранить функциональные блокады грудного отдела, так как они зачастую тоже мешают, естественно, подвижности, подвижности нашей общей грудного отдела. Вот, человек не может нормально производить все функциональные движения в этих случаях. Нарушается микроциркуляция, могут возникнуть уже проблемы с шеей в дальнейшем. Ну, в целом, я бы рекомендовал заниматься этой проблемой, если вы или у ваших родственников есть склонность к гиперкифазированию. Это достаточно распространенная проблема, и, как правило, она может привести к очень серьезным последствиям, в том числе и изменением работы сердечно-сосудистой системы. Так что, господа, с этим шутить не стоит. Рекомендую вам заниматься лечением. На ранних стадиях возможно лечение просто физической культурой, лечебной физкультурой. Ну, и, в общем-то, малой крови вот такой вот вы обойдетесь. С вами был Medical Fitness Кравцев Сергей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, да пребудет с вами здоровье.